Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень серьезный, тяжелый, непростой вопрос. Можно ли женщине во время критических дней Первое. Вкушать просворы и пить святую воду дома. Второе. Дотрагиваться до икон, когда протираешь пыль, и преклоняться к ним. Ну, прикладываться, наверное, имеется в виду. Зажигать церковные свечи, читать и брать в руки святые писания. Вот. Такой важный вопрос. Вы себе не представляете, насколько важно. Здесь нет никакого сарказма и иронии, потому что я почти 15 лет в священном Сане. И на этот вопрос отвечаю чаще всего. Никто не задает вопросы о Никее Цареградском символе веры, о автарто-декитизме или монархии отца, о воипостазировании или о природе нетварного света, преображения, которое видели Христовы ученики и апостолы. А вот этот вопрос очень насущный. И ладно бы он был просто теоретически. У людей жизнь меняется по отношению... В зависимости от того, как отвечают батюшки на этот вопрос. И ладно бы отвечали бы все четко, адекватно и по существу. Так нет. Разброс мнений какой-то невероятный. Я сейчас скажу вам, как правильно мыслить, что можно, чего нельзя. Объясню, почему нельзя, с какой стати можно. И поскольку отвечаю уже не первый раз, мне даже как-то один владыка сказал, ну, батюшка, уж понимайте, что далеко не все священники с вами согласятся. Мы полностью разделяем, при том, то, что говорю я. Потому что одно дело то, что говорит Писание, а другое дело то, что вы хотите услышать. Даже предчувствую, что после того, как я дам вам ответ на этот вопрос, в комментариях начнете писать. Ужас какой! Оскуде преподобный! Несем до единого! По нарукополагали тут непонятно кого. А вот наш батюшка на приходе, мудрый старец, прозорливец, бесовесь гоняет. Он запрещает вообще даже из дому выходить в эти дни. Креститься запрещает. И крестик, надо, говорит, снимать в этот день себя, чтобы его никак не осквернить. Ну, я думаю, от этой присказки вы уже поняли, как я буду отвечать на этот вопрос. Все можно, друзья мои, все можно. Ну, кроме как поклоняться иконам, потому что мы не кланяемся иконам, мы их почитаем. Ибо поклонение в духе и истине подобает только Господу Богу. А иконы мы почитаем. Ну, пыль смахивать можно. Можно пить святую воду, пейте лампад на масло, даже если сильно хочется. Ставьте свечи куда угодно, где угодно. Большие, маленькие, за здравие, за упокой. Вкушайте просфорум, пейте святую воду, кропитесь ею. Разве только что полы не мойте ею. То и такое как-то раз. Да и не раз спрашивали. Между прочим. Читайте Писание, берите в руки, пролистывайте странички, делайте пометки очень важных текстов, ставьте галочки на полях, чтобы вернуться снова к ним. Это не будет кощунство над Словом Божиим. Делайте, что хотите. Приходите в храм, молитесь, пойте на клиросе, вкушайте хлебы на все наши набдения, если освящались они на литие. Кроме, кроме, да, есть одно но, причастие святых христовых тайн. Есть как минимум два церковных правила, ну и как максимум, которые запрещают женщины в эти дни причащаться к святых христовых тайн, кроме как страха ради смертного. Ну и принимать в стое крещение. Ну, мне кажется, мы тут все крещены, кто нас слушает. А если кто не крещен, так и не сильно это собирается пока. Но это пока. Полгодика послушайте, почитайте архивные записи нашего портала и уверуйте, и будете хорошим, замечательным христианином до конца дней своих. Но вот этот вопрос, зарубить себе на носу, уже давно решен. Откуда оно взялось, это мнение? Оно из Ветхого Завета. Оно обрядовое. Оно не имеет отношения к сути нашей веры. Из обрядовой части Ветхозаветных постановлений. В Новозаветную церковь вошло только три. Не вкушать и доложертвы на пищу, не пить кровь, не вкушать кровь, и не есть мясо животных, убитых удушением, без пролития крови. Ведь все связано с кровью, потому что, с точки зрения иудеев, душа животных находится в крови. То есть, как-то, не камельфо душу потреблять, умершую. добавляется еще предостережение от блуда и от язычников, которым было обрещено решение этого собора, не делал другим того, чего не желаешь себе. Вот, все, друзья мои. Никаких ритуальных омовений, никаких ритуальных, никакой ритуальной нечистоты в нашей жизни больше нет. Господь осветил всех и вся. Духом своим святым. Господь всяческая во всем. И нет таких дней, когда женщина была бы ритуально нечиста. А вот эти правила соборные, они даны по некоторому снисхождению к убеждению, к убеждениям своих современников, которые убеждены были, что нет, ритуально нечиста, хоть ты тресни. Ну, хорошо, вот давайте примем это правило и городим хотя бы причастие от жен в эти дни, а жен от причастия. Как говорил один мудрый священник, не столько потому, что она действительно ритуально нечиста как-то, а ввиду-то некоторой негармоничности ее жизни в эти дни. Психологической негармоничности, излишней эмоциональности, эмоциональных качелей. Сиди дома, мол, дело не, повторюсь, не в ритуальности, в психологии. Вот и все, собственно, дорогие мои. Ваше мнение по этому вопросу можете написать в комментариях, а если ваш батюшка говорит, что ну вот все, и портал, и кзегет теперь, персона, нонграда, там теперь ересь какую-то говорят, то пусть они пороются, найдут хоть одно соборное постановление, которое запрещает держать Евангелие в эти дни, пусть найдет хоть одного святого отца, который напишет или писал, что женщина ритуально нечиста может быть хоть в какой-то день в своей жизни ритуально. Если мы говорим о каком-то большем благоговении, сказки, ты не греши ближних возлюби Господа Бога всей душой и сердцем, вот это все нас от Бога не одоляет на несколько дней в месяц, совсем не одоляет. А почему же не ошибаются? Их так научили их духовники, так их родители говорили или другие уважаемые батюшки. Далеко не все рукополагались в 90-х годах, имея за плечами семинарское образование. Людям не свойственно менять свое мировоззрение и признавать свои собственные ошибки. Но хочу призвать тех прихожан, которые знают, что их священник никогда свое мнение об этом просто не изменит, не надо тыкать им ни порталами экзегет, ни святыми отцами, ни другими батюшками, потому что батюшки больше всего не любят, когда им тыкают в лицо мнение других батюшек. Говорят, вот иди вот к этому отцу Владиславу, отцу Николая, пусть он тебя и причащает, исповедует. Ну, правда, сейчас это касается мне этого вопроса. Вот, раз они там такие умные, а я не буду. Поэтому просто у вас на лбу уж не написано, что у вас там в эти дни. А то мне прямо такие говорят, вот, мне свечница сказала, что в эти дни нельзя свечку встать. А у тебя что? Ты с транспарантом пришла брать сестры у меня вот эти дни. Держитесь от меня подальше. Ты что всем рассказываешь? Не рассказывай, не спрашивай, просто, знаете, причащаться не надо из некоторого чувства благоговения, не более того, из уважительного отношения к древним церковным правилам, пусть даже не написаны по некоторому снисхождению к ветхозаветному умозаключению. Любите церковь, любите Бога, не лезьте в чужой монастырь со своим уставом, даже ли он кажется более правильным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...